Киевская область подверглась атаке дронов Камикадзе. В СУ сообщают о новых успехах. В Херсонской области освобожденный изюм все еще живет без света и газа. Россия готова поставлять газ в Европу по единственной уцелевшей нитке Северного потока-2. Об этом заявил Владимир Путин. Владимир Путин не застрахован от преследования за военные преступления, если его вина будет доказана. Об этом заявил Евроньюз главный прокурор Международного уголовного суда. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Гитцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Брюссель требует от Сараева проведения реформ. Киевская область подверглась российской атаке иранскими дронами Камикадзе. Об этом сообщают местные власти. В столице объявлена воздушная тревога. Тем временем на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. ВСУ сообщает, что добились новых территориальных успехов в районе Херсона. Украинская сторона утверждает, что за последние 24 часа у российских войск удалось отбить еще 5 сел. Всего по данным местных властей в Херсонской области освобождены 75 населенных пунктов. 29 из них только в октябре. Жители освобожденного города Изюма вынуждены стоять в очередях за гуманитарной помощью. Газ, электричество и водопровод по-прежнему отключены. Город удалось освободить в ходе контрнаступления в Харьковской области после почти 7 месяцев оккупации российской армии. Нам нужны продукты. Взяли хлеб, потому что закончился. Правда, покупать его не на что, честно говоря. Мы стараемся заготовить дрова, утепляем окна. Все щели замазываем, чтобы согреться. Но для других единственный выход уехать. По данным украинской стороны, в городе Запорожье за последние дни в результате серии российских обстрелов погибли и получили ранения десятки человек. Тем временем сотни грузовых автомобилей вынуждены ждать паромов, чтобы пересечь Керченский пролив из-за субботнего взрыва, который привел к частичному обрушению Крымского моста. В то время как движение легковых автомобилей и пассажирских поездов возобновилось, грузовое сообщение по-прежнему нарушено. Ранее Россия заявила, что задержала 8 человек по делу о подрыве моста, который в Кремле называют терактом, организованным украинскими спецслужбами. Служба безопасности России опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, запечатлен грузовик, участвовавший в теракте на Крымском мосту. В заявлении ФСБ говорится об аресте 8 подозреваемых, 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении, которые действовали по приказу украинской военной разведки. Украинцы назвали эти обвинения чушью. Российские спецслужбы сообщили, что грузовик перевозил взрывчатку, спрятанную в рулонах полиэтиленовой пленки. По данным ФСБ, груз проследовал из украинского порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Оттуда, после подмены накладных документов автомобильным транспортом, через Грузию прибыл в Россию. Власти пытаются восстановить авто и железнодорожные линии на сильно поврежденном мосту. В ответ на нападение Россия нанесла ракетные удары по территории Украины. 12-километровый Керченский мост является жизненно важным транспортным и снабженческим звеном между Россией и Крымом, который был незаконно аннексирован Москвой в 2014 году. Романтические поступки это, конечно, хорошо, но чтобы завоевать наши сердца, нет ничего лучше самоходных гаубиц. В соцсетях распространяется ролик, выражающий благодарность Франции, которая согласилась передать украинским вооруженным силам больше 155-миллиметровых самоходок «Цезарь», чья дальность стрельбы может достигать 40 километров. Париж ранее уже отправил Киеву 18 таких орудий, а на днях президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности передать украинцам еще несколько гаубиц. Киев регулярно обращается с призывами к странам Запада отправить еще больше техники, оружия и боеприпасов. После недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов список был пересмотрен. Теперь украинское руководство просит больше системы комплексов ПВО. Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех украинских регионов в состав России, а также по ситуации в Украине. В результате тайного голосования в поддержку решения выступили 143 страны, пять государств проголосовали против и еще 35 воздержались. Россия готова поставлять газ в Европу по единственной уцелевшей нитке Северного потока-2. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме Российская энергетическая неделя. По словам президента, в этом вопросе мяч на стороне Евросоюза. Россия, по мнению Путина, выполняет все контрактные обязательства, несмотря на происходящее. В данном случае имею в виду, конечно, диверсию на магистральных газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Нет сомнений. Это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллиону людей промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов. И заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам. Заставить. Владимир Путин назвал возможными бенефициарами диверсии Польшу и Украину, по территории которых проходят пока еще функционирующие трубопроводы, а также США, которые предлагают Европе свой СПГ. На этом фоне в Праге происходящее обсуждают министры энергетики стран ЕС. В Европе взрывы на трубопроводах называют саботажем, но воздерживаются от прямых обвинений. Среди главных тем – возможность утверждения потолка цен на российские энергоресурсы. Этот проект может быть окончательно принят на заседании Евросовета через неделю. Владимир Путин не застрахован от судебного преследования за военные преступления. Если до его вину, неопровержимо укажут свидетельства и улики. Об этом заявил в интервью Евронюс главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге, который расследует такие правонарушения, совершенные в Украине. Карим Хан сказал, что высокой должности не поможет российскому президенту остаться безнаказанным. Ни ссылки на начальственные приказы, ни официальное положение человека как генерала, президента или премьер-министра – все это не служит основанием для неприкосновенности. Подозреваемые в таких международных преступлениях не имеют иммунитета. Один из нюрнбергских принципов заключается в том, что нет срока давности для военных преступлений или преступлений против человечности. Путина и Россия обвиняют в совершении военных преступлений в разных частях Украины, где гражданское население подвергается изнасилованием, пыткам, убийствам, с применением или без боевого оружия. Прокурор Международного уголовного суда говорит, что все это должно быть признано неприемлемым, если окажется правдой. Ясно одно. Нельзя умышленно, преднамеренно наносить удары по гражданским объектам, школам и больницам, местам проживания гражданских лиц, если только эти люди и объекты не используются для получения явного военного. Прокурор Международного преимущества. Карим Хан также указывает на растущее значение международного права и его неукоснительного соблюдения, учитывая текущую ситуацию в Украине. Я думаю, что закон должен сыграть свою роль. Он не решит все мировые проблемы, но мы должны полагаться на него в критические моменты, свидетелями которых мы сейчас являемся. Они касаются всех нас. Это не голливудский фильм, это не какая-то драма, это нечто близкое и личное для слишком многих. Прокурор Международного уголовного суда и его объединенная следственная группа из шести стран Евросоюза в настоящее время расследуют военные преступления в Украине под эгидой Евроюста. Это агентство ЕС по сотрудничеству в судебной сфере. Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в его состав. Эту идею еще должны одобрить все нынешние 27 членов, прежде чем начнется долгий процесс переговоров. Брюссель требует от Сараева усиления борьбы с коррупцией и наркотрафиком и проведения реформ в целью соответствия стандартам и ценностям ЕС. Это наше предложение народу Боснии и Герцеговины, сказал еврокомиссар по расширению ЕС Оливер Вархаи. Мы ожидаем, что руководство страны в полной мере воспользуется этой возможностью. Босния и Герцеговина была разделена после окончания войны в бывшей Югославии, которая унесла жизни 100 тысяч человек в период с 1992 по 1995 год. В стране до сих пор сильны сепаратистские настроения. С той же сложной наследием имеют и другие западно-балканские страны, которые дожидаются своей очереди в приемной Евросоюза. Они находят поддержку в Европарламенте, особенно депутатов из соседних стран. В нынешней ситуации многие из них разочарованы слишком медленным сближением с ЕС и чувствуют, что о них забыли, сказал румынский социалист Виктор Нагреску. Но западно-балканским странам необходимо двигаться к Евросоюзу. Нужно по меньшей мере некоторым из них дать статус кандидата, чтобы укрепить наше присутствие в их регионе. Продолжение реформ ведет их к Евросоюзу. Босния и Герцеговина присоединяются к семи другим странам, получившим статус кандидата. Дольше всех пытаются вступить в ЕС Турция с 1999 года, но ее переговорный процесс заморожен. А последней подала заявку на членство в Евросоюзе Украина. Редактор субтитров А.Семкин